Так, теперь мы с белорусами еще долго не расстанемся. Смотрите. Итак, в Белоруссию ушло одновременно два посылки. Те, которые прислали копию паспорта, отправили за 520 рублей в Белоруссию. Это очень дешево. Где-то 12-14 дней. Я начинаю путаться, но это не принципиально. Это довольно быстро. Видите, как он пишет? Серенки свежащие, отличного качества. Все в лучшем виде. И вторая женщина-садовод в Белоруссии сказала, не дам копию паспорта, не пришлю. И отправили ЕМС. Тоже примерно такие же сроки. 12-17 дней. Все так же замечательно. Ну, подумаешь, 2155 рублей за пересылку. Вот что было, то было. Теперь так. Вот она пишет. За шарф большое спасибо. Не ждал такого подарка. Это не подарок. Это утепление. Оно как играет? Оно утепление. Все-таки. Хотя сейчас еще заморозить черенки невозможно. Это же не зима, а так. Слезы. Но от... Как сказать? От... Что это называется? От травм. Чтобы черенки не повредить. Так что шарф, это не совсем подарок. Так. Сбылось когда-то немыслимое. Говорит, это Белорусс. Честное слово, я не думал 3 года назад, что так буду увлечен садом. А тем более плевать ваши черенки. Где ваши черенки? Это вопрос не к вам. Это тому замминистра. Я еще раз поиздеваюсь над ним. Хотя заучился знаком с вами лет 7. Долго, но уверенно преодолевал этот путь. Вели ваши вебинары. Есть маленький успех. Останавливаться не собираюсь. Можно сказать, что благодаря вашей науке о садоводстве. Видите, моя наука. Это уже не шутки. Хотя они признанные, но все равно наука. Многие тысячи людей изменили свое мировоззрение относительно традиционных способов садоводства. И искренне полюбили это благородное занятие, заботу о деревьях, том числе и я. Обломная была. Благодарное здоровье и успеху новых открытий. Есть еще новые открытия. Так вот, я что хочу сказать. Да, тысячи. Надо бы миллионы. Но.